Китай сократил поставки в Россию и Соединенные Штаты на фоне дефляции, а эксперты сократили количество снижений ставки в США до одного. Причем, по прогнозам, оно состоится только лишь в декабре. Похоже, теперь лидерам снижения ставок предстоит стать Европейскому центральному банку, и комментарии его представителей это подтверждают. А вот комментариев по поводу движения рубля от Банка России ни вчера, ни сегодня так и не последовало. В то же время отчеты на сайте регулятора показали рост денежной базы в марте этого года на более чем 7%. Надежды на то, что глобальный спрос поможет восстановлению Китая были разрушены после выхода отчетов по торговому балансу страны. Они показали, что в марте вторая по величине экономика мира резко сократила объемы экспорта. В целом, после роста в прошлом месяце на 5,6% они упали на более чем 13% и оказались на отметке минус 7,5%. При этом продажи в России упали на 15,7%, в Соединенных Штатах на 15,9%, а в страны еврозоны на 14,9%. Показались снижения отчета по импорту Китая, причем они тоже сместились в отрицательную зону – в район минус 1,9%. То есть слабые внутренние спросы, последствия экономического кризиса продолжают негативно влиять на китайских потребителей. Причем тренды дефляции, падение цен производства и спроса поступают все отчетливее. Например, цены производителей в Китае снижаются уже 18 месяцев подряд, для сравнения импорт в Соединенных Штатах в марте вырос на 0,4%, причем подъем показателя был зафиксирован в течение всего первого квартала. Экспортные цены тоже выросли на 0,3%, хотя и не так внушительно, как в период с января по февраль. Тем не менее, эти данные соответствуют прогнозам и подтверждают устойчивость экономики США. Вчерашние сильные отчеты по рынку труда и ценопроизводителей в США уже стали основанием для более ястребиных прогнозов по ставке. Представители американского Центробанка поспешили констатировать, что в самой ближайшей перспективе нет необходимости снижать процентные ставки, и что регулятор может в этом плане не торопиться. Так считает и Джон Уильямс из Федерального резервного банка Нью-Йорка, его коллега из Ричмонда Томас Баркин, а также с Юзен Коллинз из Бостона. Пока трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы, Уолл-стрит несколько снизила тонус. Но S&P 500 и NASDAQ все равно закрылись ростом. И снова лидировали акции технологических компаний, поскольку рынки сохраняют надежды на снижение инфляции в США. Кроме того, начинается сезон квартальных отчетов о прибылях. И уже сегодня будут опубликованы результаты трех крупнейших американских банков JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo. С другой стороны, ястребиные комментарии спикеров американского регулятора придали импульс валюте США. Опубликованные вчера и сегодня экономические отчеты ускорили ралли Гринбека еще сильнее. Кроме того, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке похоже обеспечивает дополнительный спрос на доллар-убежище. На торгах в пятницу доллар США набирает силу против своих основных конкурентов по корзине валют, а его цена по индексу уже зафиксировала новый максимум 2024 года выше отметки 106 пунктов. А его пара с евро показала самое резкое недельное падение примерно за 4 месяца, отчасти под давлением самого доллара, отчасти на ожиданиях того, что регулятор еврозоны может начать снижение ставок уже в июне. Причем, Янис Турнарос, входящий в Совет Европейского Центрального банка, заявил сегодня, что поддерживает отклонения от политики Федрезерва США. Глава ведомства Кристин Лагард была еще более категорична в этом вопросе. По ее словам, европейский регулятор при принятии решений не намерен ориентироваться на Федеральную резервную систему США. «Мы зависим от данных, а не от ФРС», – подчеркнула она. Отметив также, что инфляция в еврозоне и Соединенных Штатах носит разный характер. Неудивительно, что на таких комментариях и перспективах курс евро сегодня продолжает идти вниз. В течение недели валютная пара падала так активно, что уже подешевела на 2%, и это привело ее цены к пробою уровня поддержки на отметке 1,0700. Но движение в одном направлении не может быть безостановочным и стремительным. Кроме того, локальная перекупленность доллара будет лишь усиливаться, а это уже создает риски внезапного скачка, который может стать полной неожиданностью и даже спровоцировать некоторое подобие паники. Так что локальная коррекция европейской паре крайне необходима, и она никак не отменяет саму тенденцию на дальнейшее укрепление доллара. Учитывая такое сильное изменение цены за короткий период времени, можно говорить о перепроданности евро. Но сегодня медвежий тренд может продвинуть пару еще дальше вниз по диапазону 1,0630 – 1,0730. Важно учесть, что рано или поздно долларовые позиции будут зафиксированы, и тогда все равно начнется откат. По идее, мы также должны были бы наблюдать сейчас откат вниз и на графике нефти. В самом деле доллар штурмует новые максимумы, а нефть должна покорно отступить под его давлением. Но геополитические риски, толкающие ее котировки вверх, очень и очень сильны, настолько, что даже масштабное укрепление гринбека не привело к какому-то снижению цен на черное золото. В лучшем случае ралли американца смогло только слегка затормозить их настойчивое движение вверх. Кроме того, доллар и сам растет на тревожной геополитике. И учитывая, что цена марки Brent уже вплотную подошла к сопротивлению в 92 доллара, перспектива ее скорого роста до 95 долларов за баррель становится все реальнее. Тем более, что геополитические риски в последнее время лишь растут, а никаких обоснований для снижения нефтяных котировок нет. А вот для российского регулятора после вчерашнего подъема доллара почти до 94 рублей обоснования для вмешательства, наверное, могли бы найтись. Но никакой реакции Банка России так и не последовало. Похоже, что правительство с регулятором проводит целенаправленную политику на ослабление рубля, стараясь лишь, чтобы этот процесс протекал максимально гладко. Так что если в ближайшее время доллар не начнет штурмовать отметку в 94 рубля, скорее всего Банк России так ничего и не предпримет, даже в виде вербальных интервенций. И понимая это, рынок может в ближайшее время сделать небольшую остановку. Тогда валютную пару доллар-рубль ждет консолидация в диапазоне между уровнями в 93 и 94 рубля. И только затем она начнет двигаться выше. В любом случае сейчас доллар на подъеме. И если заданный темп сохранится, не исключено движение котировки к уровню в 95 рублей за доллар. Так проходили торги на глобальных рынках сегодня, 12 апреля. Надеемся, что уходящая торговая неделя стала для вас прибыльной, и ваши торговые активы, уважаемые инвесторы, закрывают ее только в плюсе. Команда ИнстаФорекс ТВ желает вам хороших выходных, и мы ждем в наших следующих обзорах рынков. Не пропустите!